ну вот вторая часть моего видео друзья я вам обещала рассказать да у меня спрашивают многие про мой глазик ну вот я взяла опять кофе как обычно знаете вот я как сказала вам уже дорогущий 260 чашечка вот это капучино представляете ну 260 это же вообще купить тем более знаете хоть тут конечно и птицы поют и классно на природе сидеть но посмотрите стол то засран птицами прям даже такая свежатина никто не убирает некрасиво такая цена на кофе ну ладно как говорится я не буду привередничать опять тем более вы не поверите но я же привезла с собой любимый свой с черным хлебом и с селедкой сэндвич тут такого не найдешь хотела тарелочку взять но думаю ладно обойдусь вот ну разговор у нас сегодня о моем глазики спрашиваете что с глазиком расскажу друзья закапывала я все эти капли которые мне прописали которые прописал мне мой джи пи доктор капли не помогают сколько времени уже прошло вы в курсе наверное да вот даже не знаю почти уже месяц опять прошел с тех времен в конце февраля я была у доктора своего ну и я что-то думаю да что ж такое пойду к я все-таки а у меня запись же к глазнику конкретно здесь глазники отдельно все вот эти вот специализированные доктора они отдельно у нас в в нашем огромном госпитале так называется но больница и там все специализированные доктора сидят один единственный госпиталь на весь остров айлоу вайт вы представляете он хоть и огромный конечно но не хватает людей и поэтому и поэтому сбиваюсь смотрю чтоб меня тут на меня люди не возмутили что я снимаю детей же снимать нельзя и мою вот но и короче 15 апреля только только 15 апреля будет моя мой талончик можете себе представить но я подумала нет все-таки мне здоровье дороже а пойду ка я наверное в к платному врачу и я вот недавно буквально три дня назад записалась к платному врачу но это не не в больнице не в этом госпитале а это уже отдельно там у нас есть как сказать vision экспресс называется фирма тоже довольно популярная здесь но они там в основном прописывают а где прописывают очки где вот это все происходит у них я позвонила записалась тем более что я у них там кстати стою на учете они меня сразу поставили на учет связи с тем что у меня отец у отца была глаукома у мамы была катаракта ну и вот оказалось что не так катаракта как глаукома во первых страшное заболевание во вторых она передается по наследству и у меня у сестры тоже старшие начались проблемы тоже у нее давление стало повышаться ну и я когда при у меня тоже кстати глазное давление повышалось когда я работала в москве и вот вы знаете в связи со всем этим я сразу пошла к доктору как только приехала они отнеслись очень серьезно к этому они меня поставили на учет чтобы следить и наблюдать вот сначала раз в год я к ним ходила это бесплатно а потом раз два года но они меня там прекрасно знали что я стою на учете по вот проблеме с тем что у меня может быть глаукома наблюдали проверяли так скажем да ну вот я когда пришла и говорю что но у меня сейчас проблема то не с тем что глаукома или ухудшение зрения у меня проблема с тем что какая-то инфекция в глазу они сказали но у нас врачи разнопрофильные все прекрасно я говорю сколько она говорит но это у нас уже платно тогда я говорю ну хорошо сколько она говорит ну 60 фунтов вы заплатите за прием у доктора ну и к тому же как и лекарства пропишет тоже все платно несмотря на то что после 60 вы же знаете здесь лекарства бесплатно считается вот ну вот такая вот тут история странная я говорю ну хорошо здоровья дороже бог с ним назначили мне тут же моментально прием я на следующий день прихожу я взяла свои все лекарства которые мне прописали естественно думаю вот которые я закапывала вот они у меня тут видите какой-то систан потом вот это вот то что я вам показывала помните после того как я порыснула в глаз и вот этот еще какой-то гель вот три вот этих я применяла ничего не дни не помогло мне прямо не хочется ругаться но вот так я принесла думаю покажу же этому доктору прихожу там доктор мужчина он по-моему откуда-то то ли с румынии что-то откуда-то как-то так тоже разговаривает плохо он акцент такой что его не поймешь ну ладно вот он значит меня усадил я ему стала рассказывать вот такие такие проблемы он горит да сейчас поможем без проблем но вы знаете сразу меня напрягло то что он говорит можно я посмотрю ваш глаз я говорю да конечно он стал тут смотреть мой глаз как схватился руками стал оттягивать века тут смотреть понимаете самое интересное меня по как-то поколебало то что он даже не перчатки не надел не руки не помыл я зашла может быть он перед этим мыл руки но как-то вот мне это не понравилось что он без перчатка без перчаток руками стал хватать этот глаз поднимать и верхняя века за реснички ну ладно я это промолчала потом он этими же руками своими говорит давайте я вам второй глаз посмотрю и пытается схватить меня за ресницы этими руками я отстранилась говорю ой нет нет извините меня конечно но я во первых очень переживаю во вторых говорят что это какая-то инфекция и вы не помыли руки вы смотрели мой больной глаз а теперь хотите этими же руками залезть ко мне в здоровый глаз мне еще не хватало чтобы вы мне здоровый глаз заразили ему конечно это страшно не понравилось он вскочил там каким какой-то попрыскал главное что у него есть умывальник в кабинете но руки не стал мыть он попрыскал вот этой штукой антибактериальной знаете противно я вообще терпеть не могу шои там грязные руки воськать еще эти антибактериальным вот этим раствором я вообще думаю я говорю вы знаете вы меня извините конечно но вот у нас врачи например одевают перчатки мне сказал боже ты на перчатках еще больше микробов та-та-та ну я опять как-то промолчала думаю так нормально начали мы вот но и он посмотрел второй мой глаз я все-таки мы позволила он посмотрел сказал но тут ничего я вас не вижу такого ничего не вижу может быть это у вас аллергия я говорю что значит аллергия если у меня гноится глаз и никогда у меня не было такого вот короче он посмотрел всем эти капли надо же ему что-то сказать и что-то сделать и он говорит посмотрел мою всю эту самую историю болезни потому что я стою на учете по глоукоме представляете и говорит я вам прописок то капельки они вам прям помогут вот буквально за пять дней вы их вот но надо же что-то сделать да и он не очередные капли вот эти для глаза протягивает вот они вот стоят они не так и дорого 450 как-то по моему да ну и все замечательно по капайте сначала значит неделю по три капли потом неделю по две капли потом неделю по одной капли и хватит больше не надо потому что вы и так уже тут а эти все прекратите капать вы что разве можно их тут всего пять дней если не помогли то вообще ничего не надо ну я говорю ладно доктор слушаюсь и повинуюсь буду ваши теперь капли капать я купила все это заплатила ему 60 фунтов за прием я прихожу домой естественно уже наученная горьким опытом я открываю вот этот вот как тут что тут написано тут написано название флюорометалон флюорометалон да можете тоже погуглить кому интересно я набираю сейчас хорошо интернет у нас есть я открываю там написано до помогают если инфекция какая-то там что-то но и тут же огромными буквами побочное действие по противопоказания противопоказано тем у кого значит глаукома или катаракта или подозрение на глаукому катаракту потому что все это может усугубить потом он ухудшает зрение и в общем трата то куча всего написано но самое интересное самое главное что сразу же не побочные эффекты как может там пишут иногда знаете а прям противопоказания противопоказания людям с моим диагнозом можете себе представить да нормально ну вот и все и я вот это вот это было всего лишь навсего два дня назад я естественно эти капли не закапала я хотела вчера поехать к ним туда и всю эту историю объяснить и сказать это что вообще происходит во первых я за что заплатила 60 фунтов если такая тупизна ну вот ну друзья ну ну что это ну как это я не стала капать эти капли не знаю может быть вы меня не поддержите скажете что если доктор прописал то надо делать нет извините там доктора такие тупые что порой тупее нас с вами вот это уж точно на самом деле вот я говорю уже наверное я за закажу через интернет сульфацил натрия потому что что-то я уже даже стала сомневаться 15 апреля я пойду к доктору к уже к настоящему туда в этот поликлинику нашу больницу в госпиталь и что он мне поможет я не уверена короче вот так вот такая история с моим глазиком глазик продолжает болеть вечером вообще он у меня закрывается да я боюсь что я кривею просто такими тут докторами друзья так кто спрашивал но все а вам здоровья как обычно удачи успехов всего доброго увидимся пока